Могу заражают, сейчас не горит, сервизор работает, кровата пустая. Не пропустил, бутылку на стол поставил, и его спать. Пока мужчина спал, сложительница истекала кровью на полу. Подсудимый говорит, что около 10 вечера вышел за очередной бутылкой. Дома его не было примерно 40 минут. Вернувшись домой, подругу сердца не обнаружил в комнате. Подумал, что она ушла к матери. Тем временем 42-летняя женщина лежала между кроватью и окном. Ее он увидел спустя несколько часов, как только проснулся и включил свет в комнате. Показания, которые подсудимый давал в день убийства в полиции, мужчина сегодня категорически отрицает. Говорит, что пять ударов ножом сложительнице нанес не он. Бумаги, которые давали следователи, подписывал не глядя. А почему вы давали признательные показания? Потому что они давали следователи, если дело закончили, если вы возьмете бумагу, узнаете, где вы сейчас у нас. Вот у меня один совет был, и я ее покажу, и пришел отмечить. Но прокурор просит огласить показания, которые подсудимый давал в новогоднюю ночь. Тогда мужчина признавал вину полностью. Якобы убил любимую после ссоры. Схватил нож, который лежал у кровати, нанес удары в разные части тела и лег спать. Насколько я помню, Маргарита была еще жива, и она перелегла на пол. Я вроде бы лег на диван и вышел. После я проснулся примерно в три часа. Посмотрел на Маргариту, она была уже мертва. Далее я выбежал на улицу и сразу побежал в сторону УВТ. Но подсудимый продолжал настаивать, что эти показания написаны не с его слов и даже не его рукой. Эту детективную историю придумали следователи. Вот там написано, что мы поселили где с ней от 23 до 24, так пишут. Тоже такие романы не надо писать. Если бы это время было бы такое, она бы жива была бы. К слову, характеристика у подсудимого запятнана. Он уже семь раз представал перед судом по разным статьям Уголовного кодекса. Да и бывшая жена подтвердила, что мужчина в момент алкогольного опьянения всегда становился агрессивным и мог даже надавать тумаков. Получится ли у обвиняемого в убийстве добиться переквалификации вменяемой ему статьи, пока до конца не ясно. Поскольку сегодняшние показания подсудимого имеют большие расхождения с теми, которые он давал ранее, прокурор попросил судью вызвать на следующее слушание следователя, который вел это дело. Рассмотрение продолжится 27 июня. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин